Привет! Добро пожаловать на мой кулинарный канал Это Просто! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом и способом приготовления роллов в домашних условиях. В Японии даже подросток всего за несколько минут приготовит вкуснейшие роллы. Мы попробуем сегодня сделать то же самое. И сперва мы сварим рис. Для роллов нужен круглый, не длиннозерновой. Перед тем, как варить рис, его нужно очень хорошо помыть до прозрачной воды. Теперь помытый рис пересыпаем в кастрюлю и заливаем водой. Воды должно быть налито по первой фаланг пальца. Это простой способ, как проверить количество воды для правильно сваренного риса. Рис это самый главный ингредиент в роллах. Он должен быть и не переваренным, и не твердым. Солить не нужно. Варим его на слабом огне под немного при открытой крышке 10 минут. Затем выключаем огонь. Крышку закрываем полностью и даем постоять еще 2-3 минуты. Для того, чтобы он хорошо лепился, в рис нужно добавить рисовый уксус. Теперь хорошо перемешиваем и перекладываем его на плоскую поверхность. Разравниваем его тонким слоем и накрываем мокрым полотенцем. Это очень важный момент. Молотенце должно быть не сухим, чтобы рис не высыхал и не заветривался. А пока мы подготовим все остальные ингредиенты. Огурец и авокадо очищаем от кожицы. Авокадо лучше брать темный. Он вкуснее зеленого. Разрезаем его пополам и вынимаем косточку. Авокадо должно быть спелым, мягким, не твердым. Теперь каждую половинку режем на 2 части и нарезаем на полоски. Огурец в роллы нужен не весь. Мы используем только твердую часть. Серединку огурца обрезаем и выбрасываем. Это делается для того, чтобы в роллах не было лишней влаги. Рыба. В роллы кладется лосось. В принципе, подходит любая его часть. Для канады семгу нужно нарезать небольшими брусочками, а для Филадельфии тонкими слайсами. Рыба нарезается без кожи. Полный список ингредиентов можно почитать в инфобоксе, либо в конце видео. Угарь. Берем жареный. Он продается уже в готовом виде и его можно класть и в роллы, и использовать для брускетты, и просто есть. Он очень вкусный. Его тоже нарезаем без кожи на тонкие слайсы и на небольшие брусочки. Ну и какие же роллы без водорослей? Каждый лист нужно разломать на 2 части. Делается это очень просто. Складываем его пополам в одну сторону, затем в другую, и он сам ровно разламывается. Вот такие ровные края получаются. Для скручивания больших роллов, которые потом будут нарезаться на маленькие, нам нужна вот такая оциновка. Ее нужно обвернуть в несколько слоев пищевой пленки. Все, начинаем делать роллы. Берем лист морских водорослей. У них есть гладкая сторона и шершавая. Лист кладем гладкой стороной на циновку. То есть рис мы должны выкладывать на шершавую сторону. Перед тем, как брать рис руками, их нужно каждый раз смачивать в воде, чтобы он не прилипал. Поэтому заранее налейте в тарелку воды. Берем небольшую часть риса, выкладываем ее на водоросли и распределяем тонким слоем по всему листу. За счет того, что он правильно сварен и в него добавлен рисовый уксус, лепится он очень хорошо. Теперь переворачиваем лист водорослей таким образом, чтобы рис у нас был снизу. И начинаем выкладывать начинку. Сперва кладем творожный сыр. Подойдет и альмета, и бамфеса, и хохланд. Выкладываем сыр в центр листа. Затем с одной стороны кладем нарезанный авокадо, а с другой огурец. На сыр выкладываем небольшие брусочки семги. И начинаем скручивать ролл. Берем циновку и ею накрываем ролл, при этом пальцами придерживая начинку. Немного его придавливаем, придавая квадратную форму, и делаем движение к центру, чтобы не выползала начинка. Проворачиваем ролл еще раз, и еще раз придавливаем. Сверху выкладываем слайсы нарезанного угря, и снова немного придавливаем, чтобы угрь как бы немного приклеился к рису и не свалился. Теперь ролл кладем на край циновки, и вот такими движениями выравниваем края. Сначала с одной стороны, потом с другой стороны. Все, ролл готов. Осталось его лишь нарезать на маленькие кусочки. Давайте я покажу вам еще пару вариантов приготовления роллов, а потом мы их все нарежем. В этом варианте я кладу брусочки угря внутрь, в начинку, а нарезанную тонкими слайсами семгу сверху. И получается вот такая красота. Также можно свернуть ролл так, чтобы на внешней стороне были водоросли, а рис внутри. Выкладываем начинку прямо на рис. С начинкой можно и поэкспериментировать, можно сделать и овощные роллы, внутрь которых можно класть и сырую морковь, и болгарский перец, и даже лук. Вместо рыбы можно положить крабовое мясо или палочки, креветки. В общем, на что хватит вашей фантазии. Скручиваются все роллы одинаково. Опять же повторюсь, главный успех вкусных и красивых роллов это правильно сваренный рис. Ну и теперь остается их лишь нарезать. Нож смачиваем водой. Делаем один-два разреза и опять смачиваем. Это делается для того, чтобы к ножу не прилипал рис и нарезка была аккуратной и ровной. Перекладываем роллы на тарелку. Те роллы, где угорь лежит сверху, поливаем вот таким соусом унаги. Сверху посыпаем жареным кунжутом. Роллы принято есть с васаби. Это японский хрен. И, конечно же, с маринованным имбирем. В маленькую пиалочку нужно налить соевый соус и прям в него добавить васаби и хорошо перемешать. А можно чуть-чуть наносить его на сам ролл. Это кто как любит. Затем обмакиваем роллы в соевый соус и наслаждаемся неповторимым вкусом свежеприготовленного японского блюда. Как видите, роллы можно приготовить и самим, в домашних условиях. Это не так сложно. Главное купить все ингредиенты и их подготовить. Не бойтесь экспериментировать. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Обязательно отвечу. А если видео было для вас интересным и полезным, не забудьте поставить пальчик вверх. С любовью, ваш кулинарный канал Это просто!